И когда они с дедушкой шли к своему дому, Сима смотрела в небо и все старалась понять, какая же из этих звезд привела к маленькому Христу мудрых волхвов. Наверное, вот это. Она ярче всех и висит почти над самым домом дедушки, словно бы подмигивая им из-за печной трубы. Симе казалось, что если идти долго-долго и не отрываясь глядеть на эту звезду, она приведет ее туда, куда и древних мудрецов, в той пещере, где на сене лежит маленький Христос. Да, как будто это та самая чудесная звезда, а они мудрецы. И вот они бредут и бредут за ней сквозь снег и мороз и уже падают от усталости, но все равно идут, потому что знают, что в конце пути их ждет чудо. Только вот те волхвы не знали, сколько им еще идти. А им с дедушкой, вот, рукой подать, уже и их калитка появилась. А все равно повезло им, сказала Сима. Кому? Не понял дедушка, но как раз достал ключ и принялся отпирать замок. Ну, этим, мудрецам, волхвам. Вот они шли и шли, а в конце концов все-таки дошли. А мы? Так и мы дойдем, весело, сказал дедушка. Прямо к пещере, как мудрецы, обрадовала Сима, но потом помрачела. Ведь все это очень давно было, да? Спросила она. Мы ведь уже опоздали. Конечно же, не опоздали, сказал дедушка. Наконец-то он открыл непослушный замок и посторонился, пропуская Симу вперед. А знаешь почему? Потому что Христос всегда жив. Он ведь воскрес. Помнишь, я тебе рассказывал об этом? И теперь всегда живет вместе со своим Отцом Богом на небе. А на земле он живет в храмах, потому и говорят, что храм – дом Божий. Значит, храмы – это его домики на земле, задумчиво сказала Сима. Господь живет не только на небе и в храме, сказал дедушка. Его можно встретить везде. Он всегда с тобой рядом и слышит все, что ты хочешь сказать ему. А зачем же тогда идти в храм? Удивила Сима. Понимаешь, сказал дедушка и задумался. Ну вот смотри, Христос Господь всегда с нами, когда мы дома или ходим куда-нибудь по своим делам. Но иногда Он хочет пригласить нас к себе в гости на праздник, чтобы мы пришли к Нему и разделили с Ним Его радость. Вот для этого и нужны храмы. И сегодня как раз такой день, когда Христос всех нас зовет к себе домой праздновать свой День Равнения. Сима.